РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Глава 1, стихи с 6 по 10. Давайте послушаем. И вы, подобницы, бысти нам и Господу, приемши слово в скорби мнозе с радостью Духа Святаго. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Отрывок, который мы только что услышали, начинается с похвалы. Апостол Павел хвалит христиан города Фессалоники за то, что они подражают ему и не пасуют ни перед какими опасностями. В этом они стали похожи не только на Павла, но и на самого Спасителя. В чем именно заключается это подражание? В том, что их слово распространилось по двум крупнейшим областям Древнего мира – по всей Македонии и Ахайи, то есть по всей Греции. Выражение, которое использовал апостол Павел, можно перевести как «Ваше слово прогрохотало, словно раскаты грома, и стало свидетелем вашей пламенной веры». Такая открытость первых христиан не может не поражать. Ведь забота о собственной безопасности в мире, где христианство было вне закона, требовала от них вести ничем не приметный образ жизни. В противном случае их ждали гонения и всякого рода злоключения ради Христа. Но фессалоникийцы выбирают именно второе. Они не стыдятся показывать, чьи они ученики и кому служат. Несмотря на то, что подобный выбор они делают при многих скорбях, они наполнены радостью. Объясняя, как можно радоваться в скорби, апостол Павел добавляет «С радостью Духа Святого». Иными словами, страдая телесно ради Христа, они получали утешение от Святого Духа, который их вдохновлял и давал надежду на будущее утешение. В чем именно состояли эти надежда и утешение, апостол говорит в конце отрывка. Он учит о втором пришествии Сына Божия. Дух Святой давал верным ученикам Спасителя, которые находились ради своего Учителя в скорбях, внутреннюю уверенность в том, что Господь действительно воскрес, ежедневно заботится о них и вскоре вернется, чтобы даровать им спасение и радость полноценного общения с собой. Итак, в этом кратком отрывке мы видим нечто вроде формулы и модели подлинно христианской жизни, а также указания на тот источник, которым живет верующий в Бога. Тот, кто свидетельствует о Христе, перенося ради Него многочисленные скорби, получает за это утешение от Святого Духа. Оно заключается в том, что в сердце человека поселяется благодатный опыт второго пришествия Спасителя. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok